О том, что происходит в социальных сетях на Ябрьске, не только расскажу прямо сейчас. И мы продолжаем рассказ о коммунальщиках северных городов. Любовь к снегу и сугробам снова одержала победу над здравым смыслом. На этот раз в Салихарде снегоуборочная машина завалила саженцы кедра. Те самые, что осенью с любовью высадили местные депутаты. Люди старались, садили, фотографии делали, а мужик просто взял и придумал быстрый способ стать врагом народа, услуг народа. В общем, сломал систему. К слову, ломать систему коммунальщикам на Ямале не впервой. Я бы даже сказала, это и есть система. Город Губкинский, Ямало-Ненецкий автономный округ. У нас проводят капитальный ремонт дома. Красят фасады. Полюбуйтесь. На улице минут 22. Напоминаю. Ну, любят у нас что-то новенькое привносить. Люди не перестают творчески подходить к своей работе. Только вот не ценит никто. А они, между прочим, решили сделать дом-хамелеон. Идея в том, чтобы здание меняло цвет каждый сезон. Поскольку северяне народ депрессивный, и нам постоянно нужно разнообразие. А так, за окном почти весь год одно и то же, одно и то же. Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой. На самом деле, это видео глубоко возмутило горожан. Ведь все знают, что нельзя выгуливать домашних питомцев без какашечных пакетов. Кто потом за ними убирать будет? Вот что действительно необычно встретить в северных городах, так это радостных людей. Загадочные инциденты зафиксированы в Сургуте. Там горожане по необъяснимым причинам стали начинать свое утро не как все нормальные люди с недовольной физиономией и желанием поворчать на первого встречного, а с песен. Куда мы идем с пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажем мы о нем. О нет, о нет, о нет. У тебя есть в доме ружье? Вскоре стало ясно, что люди просто устали скрывать свое желание петь от окружающих. Не поймут, а судят. Да-а-а-а-а-а! В итоге им наконец-то надоело прятаться, и истинная сущность вырвалась наружу. Как отреагируют власти, пока не ясно. Можно ли будет петь в общественных местах? Многие пока на это не решаются, и по-прежнему занимаются этим только в полной уверенности, что их никто не увидит. Они живут среди нас. Но на этом все не закончилось. Веселый мужчина совсем потерял совесть и целый день гулял по улицам Сургута, демонстрируя свою радость. ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ Тем временем несколько женщин застукали своих мужей в то время, когда они улыбались. Мужчины настолько забылись, что даже позволили себе напеть пару нот, но позже все-таки осознали, что такое поведение просто непозволительно в браке. Может быть и не стоило давать волю чувствам. Это жены виноваты, сами провоцируют. Ну чуть-чуть. Я не пою. Че обманываешь? Не пою я. Давай в честь 8 марта. Ну если в честь 8 марта, то я не пою. Я не пою. Я не пою. На самом деле все дело в советах психологов, которые так убедительно просили северян искать побольше развлечений, чтобы уйти от зимней депрессии. И главное, чаще общаться с людьми. Пора в пути уют. Главное, не волнуйся. Строители инициативу восприняли буквально и решили тоже помочь землякам. Поэтому спроектировали уникальные квартиры в дорогом жилом комплексе, которые позволяют никогда не чувствовать себя одинокими. Вот пример, как строят дома. Тут раз чуть-чуть и все. И свободный доступ к соседям. Тут, кстати, даже самому, наверное, можно поздороваться. Вот так. Оп. Привет, сосед. Сложно, сложно в мире жить творческим людям, особенно, когда столько идей на благо общества вертится в голове, но ты гуманитарий. Математика. Надоело. Это был Ноябрьск в соцсетях. Свои видео и фото присылайте в нашу группу ВКонтакте. А также не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся очень скоро.